Бессмертный полк Движется со стадиона Кожемухана к мемориалу славы Данг Живых участников Второй мировой становится все меньше Но павшие Великой Отечественной с портретов смотрят на тех, за чью жизнь отдали собственную На портретах участники войны, которые видели победу, но не дожили до ее 69-й годовщины И те, кто так и не вернулись с фронта На портретах ветераны армии и флота, партизаны, друженики тыла Не забыть никто С штендерами в руках не только родственники героев Многие из участников процессии просто кто знал ветеранов, посещал их, помогал И после смерти не забывает о подвиге Мамин родной брат по отцу, он был ветврачом, ушел на фронт И тоже пропал без вести Вернее, он сначала ушел в армию, а потом уже попал на фронт Когда у мамы умер папа, бабушка сообщила ему, что мы остались без отца Он написал маме своей, ты не переживай, я приду и все будет хорошо Но увы, он не пришел, мы даже не знаем, где его могила Это Егоров Михаил Михайлович, он работал в нашей школе военруком и учителем по географии Это Пашутин Евгений Николаевич Это ветеран, наши школьники ходили к нему долгие годы Гражданская акция, которую в Шымкенте, по примеру томских журналистов Организовали сотрудники медиахолдинга, в который входит телеканал УТРАР Газеты Рабат, он тустык Рабат и сайт УТРАР Кейзет Объединила молодых и пожилых, богатых и бедных, чиновников и бизнесменов, активистов Словом, всех, кто дорожит свободой, доставшейся ценой крови героев Он, каждый из нас, память об этой великой победе будет вечно передаваться из поколения в поколение В этой связи хотелось бы выразить благодарность организаторам сегодняшней благородной акции Валентина Куприян и другим организаторам, а также всем тем, кто принял участие в этом благородном деле Бесмертный полк Из Южного Казахстана на фронт было призвано свыше 144 тысяч человек На сегодня живы немногим более 500 участников Великой Отечественной войны 9 мая на обелиске славы чествовали ветеранов, которые нашли силы, чтобы присоединиться к празднованию Дня Победы Минутой молчания почтили память павших и возложили цветы к вечному огню На мемориале славы Дан, где высечены имена более 140 тысяч южноказахстанцев, воевавших на полях сражений с фашизмом Вспоминали погибших, говорили слова благодарности за мирное небо над головой и обещали хранить в Казахстане подаренное героями спокойствие и согласие Герои войны бессмертны, пока они в нашей памяти И в следующем году бессмертный полк снова пройдет победным строем Были версты, обгорелые в пыли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова